Нормативно правовая база приватной спортивной школы развития агро-экотуризма. Сегодня в Гомеле прошла диалоговая пляцовка по теме удосконаления работы галины физической культуры и спорта. Пропановые от специалистов учились самые разные. На что звертали особливую увагу, ведает Дмитрий Котов. За последние годы, дякуючи державному финансованию, спортивная галина зарабила значный крок наперед. Будуются новые объекты, при этом уваге не обыходится ни один район. Створаются умовы как для тренировок профессийных спортсменов, так и для занятков физической культуры аматоров. И коли с инфраструктурой сегодня проблем практически не иснует, то по теме нормативно-правовой базы их шмат спикеры приводят приклады. Оплата тренерам-преподавателям категории, нагрузка заработная оплата, спортивно-оздоровительные летние лагеря. Кадровых вопросов очень много. Назначение на должность руководителей, тренерские категории в том числе. Поэтому вопросы будут озвучиваться такие мощные и серьезные, с которыми сегодня мы сталкиваемся с проблемами в работе в этой сфере. Размова и про отпадшинок. Нередко тренеры працуют практически без выходных. Необходно разглядеть так само и урегулирование относительно у державного и приватного спорта. В опошний час все больше открывается приватных клубов и аматорских объединений. Никто не супрать конкуренции на дворот, яна только на корысть усим бокам. Есть определенные моменты. Это в виде нормативно-правовой базы, которая должна более-менее поставить в равные условия. То есть мы должны быть как органы исполнительной власти уверены в том, что люди, которые занимаются в частных школах, они занимаются под руководством квалифицированных специалистов, они проходят медицинское обеспечение. Соответственно, потом они могут принимать участие во всех спортивных мероприятиях, не боясь того, что будут получены какие-то травмы или что-то пойдет не так. Еще одна тема, до какой пильная увага – развитие агро-экотуризма. Это накерунок отпочинку за последние годы отримал великую популярность. Господа агро-сядьи пропонуют гостям самые разные виды послуг – полевания, рыбалку, экскурсии по объектах исторической спадшины. И тем не менее, есть над чем работать. Свои думки выказывает господиня сядьбы Лилия Ярмолова. Агро-экотуризмом она начала заниматься одной из первых в области, деятельности житевляя на протягу 12-ти годов. Пропоновы – наступное. Выделение большей колькости земельных участков для развития агро-экотуризма и спрощение процедуры регистрации замежных туристов. Мы еще не так далеко находимся от города, но есть агро-усадьбы, которые находятся намного дальше. И в течение трех часов подать информацию в соответствующие органы будет сложно. Потом, наверное, еще по работе в сфере агро-экотуризма подключить фермерам, дать им возможность участвовать в этой деятельности. Пытания подчас диалоговой пляцовки вздымались самые разные. Удельники деталево обмерковывают каждую пропонову. После экспертной оценки они могут знайсти адлюстрирование о нормативно-правовых актах. Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова